всем привет вот видишь и настроение сразу хорошее сегодня 21 сентября последний теплые денечки и мы снова в нашем любимом месте под названием вещтитесь здесь так просто тихо тишина слышите просто даже вообще никаких шумов мы утром стали сели на бережку озера просто умиротворение какое-то блестит на солнышке вот водная гладь птички чирикают с той стороны слышно даже звуки до люди разговаривают а ведь там литва литву не будем показывать мы короче сбежали из города потому что в городе три дня какой-то кошмар летают военные самолеты так низко летают постоянно тут что даже окна приходится закрывать все это было не день к на день к и жалуются особенно жители чикаловска вот какие-то нло летают в небе столько видео в соцсетях и в светлом снимали в константиновке холмогоровке еще где-то для рабочий прежде вот ну интересно могли бы сразу сказать ребята у нас учения да вот будьте готовы а сначала напугали всех то есть вот это углу чего-то такое а потом написали у нас учение вы не устраивайтесь это это ученик а муж не ученик кто узнает кто правда скажет еще будем просто показать зацените народ в тишине загорает а мне хочется даже сейчас 12 часов дня еще нет уже пораньше булькнуться хочет хочется попробовать хотя бы ножками водичка конечно в озере виштянецком просто чудесно не хватает еще этого подогревателя знаете здесь какой-то какая-то энергетика очень мощная позитивная такая знаете посидеть буквально 10-15 минут на берегу и вот здесь не хочется просто вставать шевелиться уходить уезжает до напоминает как говорится зарядное устройство ты как будто очищаешься насыщаешься какой-то энергетикой позитивной хорошие вы знаете в этом году пытались калининградские экскурсоводы раскрутить этот маршрут и что нет национальный парк виштанец и не пошло дело потому что ну три часа на автобусе туристы не хотят ехать непонятно зачем им ближе куда-нибудь на побережье туда где зеленоград светлогорск курская коса в крайнем случае и калининградцы не любят это место потому что далеко ехать из-за этого здесь столько много тихих мест из-за этого здесь наверное такое миротворение что людей мало так то мы сегодня хотим тоже покататься посмотреть хорошие места я думаю что прокатитесь вместе с нами подожди стаж потому что еще тем более опубликовали новости что до конца этого года 2024 хотя сделать некоторые маршруты здесь платными нет хотят просто вот саму роменскую пущу делать национальным парком как курская коса и проход проезд туда сделать ладно понятно хотя не знаю просто они хотят на нас деньги заработать но не говорит ара где люди вы должны суда толпой как говорил как-то один популярный блогер экскурсовод ну не буду называть кто вот люди контингент который сейчас едет в калининград он не хочет ехать далеко чтобы попить пивка и находиться возле моря поэтому основные жалобы что у нас алкоголь продают до 9 что нет развлекательных учреждений особо никаких люди приезжают и море холодное и погода еще в этом году пагут море холодное меня беспокоит люди некоторые хотят просто там по находить короче говоря здесь классно из-за то что пока не так много людей и может быть их много не будет ничего здесь не поменяется а еще мы обнаружили очень много икринок то ли рыба разводится то ли лягушки или кто-то разводится так мы поехали кататься увидимся на следующем пункте каждом поселке калининграда да да можно найти что-нибудь интересное обычно это какие-то развалины но здесь вот поселок несколько обычно это какие-то развалины которые находятся за нами да ну тут как-то всегда архитектура такая у нас здесь вот может быть какой-нибудь фельдшерский пункт пункт развалины и довольно симпатичная кирка практически целый архангела михаила собор теперь хотя он наверное только еще пока начинается все реконструкцию ну ты видишь какие окна там что ждать полноценно идет работа красиво когда едешь по трассе вот где-то на возвышении сооружение это смотри какое зайка оружие я имею ввиду как каких годов то все из булыжника кладка это 12 13 лет сегодня вот на улице сейчас 21 градус но настолько солнышко активно так прям тепло конечно само само сооружение просто вот архитектурно просто такие были как тебе сказать архитекторы как вот люди придумали именно вот конструкция каждый раз она вроде похожи но они все разные лишь это вот чем-то похожи на правдинскую кирху но у ней подпорки боковые и нет таких прям витражей вот а сама вот башня чем-то похожи потому что такая массивная и всегда так величественно их строили на каких-то возвышенностях вот а здесь скорее всего 39 45 в честь тех которые здесь погибли в память о тех кто здесь покоится напоминание о тех кто здесь жил вот так вот ну и перевод на немецкий раза три проезжали мимо будет только наверно отражать камера может быть не передать смотреть видимо видно то бишь сохранились вот эти балкончики короче в золоте которые были боковые подвесы то наверно вас поставят на место потом потолок ты здесь не готически был такой как форме корабля до считалось знаешь вот нам как-то этот хороший местный житель рассказывал считалось если потолки вот такие ровные прямые но они не совсем ровны то бишь они изобретали ну что бишь их собирали в стиле перевернутой лодки и это означало как будто вот та лодка которая ведет тебя потусторонний мир короче говоря ну как помнишь про и аида то вот это все да и вот потолки такие делали их они были чуть-чуть под конус вот напоминание что это лодка да классное ощущение конечно около этой кирк очки хотя написано 1686 год а снизу написано 1776 ничего не понятно архитектурно выложена вся из булыжника вот я бы сказал бы наверно 12 13 потому что уже в 14 15 начали уже строить из кирпича возможно горела или что-то еще потом устанавливали заново и может быть может быть вот такие классные места у нас здесь девчонки чем хорошо здесь беситесь играет детям одна только радость ладно едем дальше так смотрите друзья мы несколько раз проезжали мимо вот этих домиков вот и как там их предыдущих роликов озвучивали интересно увидеть в обычном немецком поселке деревянную конструкцию конечно очень удручающий что она именно вот таком состоянии да не поверите а это вот два вот этих сооружения два сооружения это часть как раз вот этой усадьбы охотничьего домика фридриха 3 на роменской пуще то бишь где а вот оленей олени мост вот за ним находилась там одни фундаменты остались вот два из них домика вот эти разобрали поселок пушкина здесь вот собрали их вот здесь даже кровля деревянная кстати вот эти панельки видишь даже кровля деревянная он до сих пор стоит домика уже практически 200 лет и он практически я скажу прекрасном состоянии тем более еще установили тоже на фундамент на меду что он не на земле там где-то не не грунтовый очень жалко что такое как вам сказать достояние такое исторически важное и находится в таком таком состоянии просто брошенным я немножко зайду посмотрю может там какие-то лестницы интересные или еще что-то видите как все осталось сейчас это вот российское достояние призные все столбики вот эти как все сделано лаги перекрытие карнизы все смотрите как все 200 лет сооружение а кровли деревянные смотрите деревянная кровля вообще прям завораживает конечно если было бы у нас какой-нибудь другое отношение к жизни то наверное все таки их бы разобрали бы и где-нибудь да потому что третье 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 здание стоит южном парке где стоит еще статуя оленя это помнишь калининграде да ну ты пришел в детстве на сохраняющийся олень да с этого угодья охотничьего а вот второй домик там втором домике пока кто-то еще живет туда вставили пластиковые окна вот отсюда просто съехали кого-то наверно выписали да и все наверно как числится как ветхий его наверное переселили интересно черепица деревянная друзья как может деревян черепица 200 лет смотри даже здесь она чуть-чуть мхам заросшая здесь прям чистенькая вот так вот мы едем дальше можете еще вот одно интересное место хотели бы вам показать это недалеко поселок бабушкина хотя не знаю тут при желании наверно никогда суда не попадешь да здесь стоит 300 летний дуб вот и вокруг него находится захоронение то ли 300 бойцов это еще первой мировой войны 1 мировой войны 1914 года то есть этот дуб является может быть одним из немногих оставшихся живых свидетелей событий тех лет интересно смотрите вот он стоит так одиноко обнесен каменным заборчиком а вокруг просто поля находится короче в поле был бы на квадрокоптер показали бы вот этот пятачок да ну дуб просто конечно впечатляет размерами так ну вот мы подошли поближе вот он этот дубик смотрите как это надо было столько как говорится душу внести чтобы такое сооружение вообще построили что там захоронены 121 русские 79 немецких воинов погибших во время первой мировой войны 12 ноября 1914 года было такое грандиозное сражение давай посмотрим солете какой дубище намного намного больше чем в центре города у нас к калининграде стоит да смотрите какой дубище вот про этот дуб как раз и было по нему кот ученый-то ходил до это не заложено просто он старый и пустотелый уже его маленького укрепили и как тискать залили чтобы он не рухнул чтобы этот памятник не стерся земли здесь такие мраморные кресты поставили это уже скорее всего свежие вот так вот слушайте честно скажу марин тот 914 год такие были уже сооружения да и вроде как и русские немецкие павшие солдаты да и они должны наверное как-то вот эти памятники нам напоминать о том что бывают такие события но чтобы мы не создавали заново таких событий я вот просто к чему тебе говорю а то у нас памятников много а люди совершают одни и те же поступки поступки вот это и плохо на подержи но мы с бабушкой примерно посчитали где-то 10-12 метров в обхвате 15 может быть даже интересно всегда здесь нужно послушать на границе польская или литовскую речь да потому что очень хорошо ловят радиостанции польши литвы а российские хуже нашли наши уже не ловят так что дорожку делали прям как яичко да и на польшу всего выкатали в календаре за такие дороги ну наверное все таки ожидали что рассчитывали на большой поток туристов хотя они не в курсе что мало туристов которые хотят по путешествовать так что все прошли это мы уже приехали поселок краснолесия раньше на жива назывался а гросс ромин здесь находится памятник первой мировой войны так мы прям около него находимся смотрите сколько людей это выжило здесь а церемония открытия памятника вот пойдемте посмотрим немецкий почерк такой красивый немецкий крест 1914 1918 год надпись какая смотрите письменно немецкий интересный шрифт да краснолесие это оказывается роминтен рос роминтен роминтен ну да не прочитаешь ты же немецкий учил господь с тобой когда это было вот так а сейчас ты говоришь не прочитаешь это было очень много лет назад и я же вы нигде не использую его забыла человеческая память так устроена интересные такие сооружения магазинов когда-то был фундамент из камня ну что пойдем прогуляемся там до кирхи и там еще старинный магазин с надписями старинный колодец самый глубокий холодной водой в одном холодная вода сейчас не нужно да сейчас конечно прям красивенько смотрится потому что ну она была достаточно разрушена то бишь крыши не было все это завалилось собор кстати открытый пойдемте сходим вот здесь ну что очень хорошо отреставрирована кирх от 1873 года храм в честь мучеников адриана и натали здесь памятник нашим захоронах наших воинов погибших великого отечественного и на давайте зайдем посмотрим красотища какие балкончики да интересная конструкция вот видите как потолки сделали они были завалены молодцы вот такая интересная кирхочка аленушки заматываются смотри вот смотри написано что уважаемые руководители тургруппы гости входя в православный храм просим помнить слова господа нашего иисуса христа написано дом мой дом молитвы и наречется посему жена и должна иметь на голове знак власти над ней в магазине смотри какие надписи остались на немецком еще интересно кстати посмотреть что здесь никто не живет окна пустые еще в раме интента есть интересный музей мы к сожалению туда сегодня не пойдем потому что хотелось еще многое посмотреть не пойдем мы здесь пойдемте в магазин едем дальше здесь рядышком с этим же магазином есть вот такой старинный колодец ну говорят что он самый глубокий вода здесь самое холодное вкусно но набрать воды не так то просто и взрослые пытались тут смотрю дети еще надо разобраться как это делать современные люди не очень знают так ну что мы конечно не могли проехать мимо арочного моста через реку красную а теперь будет слово нашему младшему сотрудникам просто интересно действительно в предыдущем ролике тоже говорили что здесь же были рельсы немецкие на них были надпись а теперь все рельсы новые ну да крау краус сняли краус сняли куда-то на металл зато проложили новую дорогу в польшу ну просто не случайно этим занимаются новая автомобильная дорога новая железная дорога так но мы сегодня наверно туда спускаться не будем если кто-то хочет посмотреть посмотрите предыдущий ролик кстати хотят сделать прям какой-то более плавный проходит спуск прокопали вот дорожку трактором хотят плиты проложить мариночка грязь это вот грю прокопали дорожку по ступенькам не спускаться что на этой ноте конечно наверное мы с вами закончим сегодняшнюю прогулку мы то поедем дальше охота искупнуться сегодня еще а марина михайловна такой шикарное лето столько солнечных дней практически дождей не было голубое небо очень много дней и жарких было и мы открыли купальный сезон 19 мая первый раз в озере ездили до закрывать будем до заговор здесь в декабре думаешь нет вроде обещают уже на следующей неделе дождики понижение температуры ну что спасибо что были с нами всем добра всем добра всем добра а а а а а а